МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Весенняя обрезка деревьев в городе. Мотоциклистам напомнили о безопасности. В Смоленске задержали двоих грабителей. А сейчас о бытих и других событиях подробнее. В минувший вторник в администрации прошло совещание руководителей муниципальных предприятий, председателей комитетов и начальников городских служб. Они отчитались о своей работе за прошедшую неделю и доложили о планах на предстоящую. Проводил совещание исполняющий обязанности главы Сергей Тощев. Он напомнил руководителям, что с апреля начинается традиционный месячник по очистке города, пригласил всех принять участие и навести порядок на закрепленных территориях. Администрация муниципального образования приглашает все учреждения и предприятия города принять участие в этом месячнике, в своих территориях, навести порядок. Начальник МСЧ-135 доложил, что медики работают в штатном режиме. Гриппа в городе не выявлена. За прошедшую неделю в Десногорске родились пять младенцев. Председатель комитета по образованию сообщила, что школьники уйдут на каникулы на следующей неделе. Она поблагодарила военный комиссариат за сотрудничество. Мы активно сотрудничаем с военкоматом. И наша муниципальная общественная организация ЮНАРМИ довольно активно принимает участие в выпуске в областных мероприятиях. Мы совсем недавно, на прошлой неделе, мы организовывали поиск по детей на стрельбище. Конечно, это довольно значительные для них события, поэтому очень большие работники на военкомате, которые помогают нам в организации от региональных мероприятий. Десногорское лесничество и коммунальные службы на этой неделе приводят в порядок дорогу на Кукуевку. В областном центре прошло заседание комитета Смоленской областной думы по бюджету, налогам и финансам. Региональные парламентарии одобрили внесение изменений в законопроект, согласно которому муниципальное образование, составление и утверждение проекта бюджета теперь будут рассчитывать по-новому. В регионе из-за пала травы пострадало более 6 гектаров сельхозугодий. За минувшие сутки пожарные подразделения в области выезжали 11 раз на тушение сухой травы. Несмотря на разъяснительную работу, что весенний пал травы не приносит ничего, кроме беды, часть населения по-прежнему пребывает в заплуждении и считает, что это позволяет повысить плодородность почвы. Но специалисты напоминают, что в результате пала выгорает верхний слой почвы, и это существенно снижает ее плодородие. Также в огне гибнут мелкие животные и насекомые. Весенние месяцы самые напряженные для коммунальщиков. О том, как службы ККП благоустройство приводят в порядок город после зимы, наша съемочная группа узнала прямо сейчас. Как только сошел снег и подсохли лужи, на улицах и во дворах закипела работа. Коммунальные службы приводят город в порядок. Они уже убрали почти весь мусор с придомовых территорий, которые наши горожане копили для них всю зиму. После схода снежных масс сразу приступили к уборке придомовой территории. Было очень грязно, окурки, все это подметалось, убиралось. Придомовые территории, дороги, прилежащие к этому дому. По желанию жителей города, что вот эта теплотрасса, тут люди и пешеходная дорожка к ним подходит, и сделали пешеходный мостик. Изготовили, установили, покрасили. Сейчас вот проводим кронирование, чтобы ветки не мешали людям проходу к дому. Обрезка деревьев – это не только требования правил благоустройства, но и меры, направленные на улучшение озеленения и оздоровления деревьев. Также сухие ветви представляют собой угрозу для людей и транспорта во время сильного ветра и дождя. Обрезка ветвей производится работниками коммунальных служб с привлечением специальной техники – подъемников, погрузчиков и автомобилей для вывоза сухих веток. Также коммунальщики пилят больные деревья, которые тоже несут опасность для жильцов близ лежащих домов. Так, переходя из одного двора в другой до летней поры, коммунальные службы приведут наш город в порядок. А задача десногорцев – уважать их труд и поддерживать чистоту в своих дворах. 15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. В этом году он проходил под девизом «Потребительские права в цифровую эпоху». Проблемы, с которыми сталкиваются смоляне при приобретении и эксплуатации бытовой техники, купленной через интернет-магазины, обсудили на пресс-конференции общества Фемида. В последнее время все больше смолян сталкиваются с трудностями, возникающими после онлайн-покупки запасных частей и товаров для автомобилей. Кредитное бюро подвело итоги мониторинга. Примерно половина зарплаты смоляне отдают на выплату кредитов. В Смоленской области за прошлый год кредитная нагрузка составила 49%. Жителей ежемесячно платили по кредитам 12 358 рублей. В 2015 году кредитная нагрузка составила 51%. Ежемесячный размер выплат тогда составил 11 767 рублей. Бывший депутат ЛДПР Дмитрий Носов предложил наложить запрет на выезд полицейских за рубеж. Закон был вынесен на рассмотрение два года назад и сейчас получил одобрение. Помимо запрета на выезд за границу, проходящим гражданскую службу в органах внутренних дел, на отдельных должностях, список которых определит МВД, предлагается еще и запретить службу в МВД тем, кто имеет вид на жительство в иностранном государстве. Поясняется, что закон разработали для совершенствования мер по предупреждению коррупции и повышения ответственности сотрудников. Российское страховое агентство предлагает ввести франшизу по ОСАГО, представляющую собой неоплачиваемую часть ущерба при ДТП. То есть, водитель покупает страховой полис ОСАГО с франшизой и, если станет виноватым в аварии, будет выплачивать от 10 до 15 тысяч рублей из своего кармана. Если нововведение одобрят, цена на ОСАГО будет значительно ниже. Сейчас ее средняя цена составляет 6 тысяч рублей. С наступлением весны на дорогах города появилось множество мотоциклистов. В связи с этим сотрудники дорожной полиции обращаются к этой категории участников дорожного движения с просьбой быть как можно более внимательными на дороге. Ежегодно с открытием сезона число аварий с участием мотоциклистов резко возрастает. Как правило, в подобных дорожно-транспортных происшествиях в равной степени виноваты как сами мотоциклисты, так и водители автомобилей. Первые за долгую зиму отвыкли от скорости, от дороги подзабыли правила. Поэтому нередко превышают скорость, резко перестраиваются, выезжают на полосу встречного движения при обгоне транспортных средств. С другой стороны, для многих водителей автотранспорта появление мотоциклистов в транспортном потоке также становится неожиданностью. Совокупность всех этих факторов и приводит к трагедиям. С наступлением летнего сезона сейчас на дороге выйдут двухколесные транспортные средства – это мотоциклы, мопеды, водители которых попросили бы более актуально относиться к правилам дорожного движения. Выезжая на дорогу, необходимо проверять техническое состояние, устранить все неисправности. На дороге нужно неукоснительно соблюдать все нормы правил дорожного движения и не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, не выезжать на полосу встречного движения. Кроме того, не забывайте обязательно одевать шлем и включать сигнал поворота при перестроениях, чтобы не допустить аварийной ситуации. Ежегодно до начала полевых поисковых работ на Смоленщине проводится акция открытия вахты памяти. Командиры более 70 поисковых отрядов региона собираются в одном из городов Смоленской области для обсуждения планов. В этом году это мероприятие состоится 17-го в 17-го марта в городе Сафонова. В программе мероприятий – семинар совещания командиров отрядов, праздничный концерт группы «Трасера», митинг и возложение цветов на одном из первых смоленских полей памяти – воинском мемориале в деревне Рыбки. И знакомство с храмом Вознесения Господня. Криминальные новости. Полицейские задержали жителя поселка Верхнеднепровский Дорогобургского района за ложное сообщение о возможном теракте. Он позвонил поздно ночью в дежурной части ФСБ и рассказал, что в поселке может произойти взрыв. Оперативники быстро установили личность звонившего и выехали по месту его жительства. После его задержания выяснилось, что все заявления о минировании и возможных взрывах – просто пустые слова нетрезвого человека. А в Смоленске пара грабителей за одну ночь ограбили двоих потерпевших, похитив у них мобильные телефоны и личные вещи. В дежурную часть города Смоленска поступило сообщение о нападении на местного жителя. Мужчина рассказал стражам порядка, что двое неизвестных встретили его во дворе и при помощи ножа и высказывания угроз завели в квартиру, принадлежащую одному из подозреваемых. И с применением насилия забрали у него телефон, ключи от квартиры и обувь, после чего отправились на улицу. В это время потерпевшему удалось бежать. Подробности далее. Ориентировка на подозреваемых была разослана всем нарядом полиции. Злоумышленники были пойманы. При досмотре у них обнаружили и изъяли мобильный телефон. Как оказалось, он принадлежал еще одному потерпевшему, которого подозреваемые обобрали прямо на улице, помимо телефона забрав у него еще и деньги. Грабители были доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания. В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Грабеж». Злоумышленникам теперь грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин